Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь увидел человека, слепого от рождения. И ученики, которые практически всегда были со Спасителем, спросили, учитель, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Да, давно уже люди заметили, что грех как-то связан с наказанием. Ну, например, мама ребенку говорит, что когда переходим дорогу, держись за руку. А он не слушается, выбегает, и машина ему ломает кости, ребра, череп. Какой грех? Непослушание. Слушался бы, был бы цел. Но непослушание оно чего? От гордости. Потому что дитя думает, что он умнее матери. Он не думает, что она хочет сохранить ему жизнь, здоровье, чтобы ему было не больно. А он думает, что она просто, вот, мать существует только для того, чтобы ему, его заставлять делать то, что он не хочет. А по гордости каждый человек хочет делать то, что ему нравится. Или, например, родители. Там, папа пьет, рождается ребенок умственно отсталый. Совершенно очевидная зависимость. Или, например, родители при детях ругаются, обзывают себя друг другу разными словами. А потом, лет с 12, он просто перестает их уважать и чихать на них хочет. И опять попадает в беду. Ну, может быть, уже в более страшную, чем просто переломать кости. Кто согрешил? Изначально родители. Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. А какие дела Божьи? Самые главные дела Божьи – это дела милосердия. Многие люди и до сих пор. И даже в этом году или в прошлом, не помню, как по телевизору даже была полемика, что один человек сказал, что, ну, всяких таких убогих, больных, их надо, ну, просто уничтожать. Ну, той же теорией придерживались и Гитлер со Сталиным. Ну, вот человек, допустим, душевно больной. Ну, какой смысл его кормить, лечить? Это же деньги. А самое дорогое у человека – это что? Деньги. Поэтому их надо в газовую камеру. Вот. Но хотя такая теория, она была осуждена. И те люди, которые проповедовали теорию, пошли на виселицу. Но это было давно. А дело их живет. Поэтому ни один на Гитлере все не кончил. Очень много людей и у нас в стране, и повсюду считают, что определенные категории людей нужно уничтожить. Очень часто я прослушал от женщин, которые настрадались от собственных мужей, алкоголиков. Говорят, а алкоголиков надо всех уничтожить. Пожалуйста. Чего ты мучаешься? Сейчас что, запрещены разводы, что ли? Или церковь запрещает разводы с алкоголиком? Пожалуйста. Если он алкоголик, да разводись. У нас даже случай был в приходе. Один человек ухаживал за одной невестой, тут в нашем приходе. И целый год ухаживал. Ну вот она потом согласилась и выяснилась, что он целый год ничего не пил. Настолько хотел на ней жениться. Но уже на свадьбе выяснил, что он алкоголик. Ну и что я ей сказал? Я ей сказал, завтра подавай на развод. Завтра. Потому что свадьба была в воскресенье. Я говорю, иди в понедельник. Но она не согласилась, но пришлось разводить все через полгода. Потому что запойный. То что такое пьянство, особенно такое запойное? Это психическое заболевание. Потому что если перед браком человек скрывает какое-то свое психическое заболевание, то брак считается недействительным. Потому что это обман. Выходит, что замуж за здорового, а он оказывается психически больным. И это считается основанием. Еще в древности считалось. Это не современное нововведение. Вот такие случаи бывают. Потому что скрытый обман, а в браке должно быть все чисто. Как можно, интересно, с алкоголиком, про которого сказано, что пьяницы Царство Божие не наследуют. Как можно построить домашнюю церковь? Извините. Это вообще нереально. Просто невозможно. Поэтому задача брака христианского, она не выполняется. И дела милосердия – это главные дела Божьи. Поэтому людям убогие, они нуждаются в попечении. И умственно отсталые, и психически больные, и алкоголики, и наркоманы. Они нуждаются в попечении. Это не значит, что, так сказать, ну, допустим, какой-то человек буйно помешанный. Нужно ему предоставить возможность делать, что он хочет. Нет. Наоборот, нужно очень серьезно ограничить его свободу. Нужно непременно заботиться о том, что он употреблял те лекарства, которые сделают его небуйным. И обязательно, ну, обеспечить к нему хорошее, доброе отношение. Потому что любовью тоже можно лечить психические заболевания. Это очень трудно. Вот. Но такие опыты в истории медицины существуют и до сих пор практикуются. Ну, просто это очень дорого. Потому что тот, кто их опекает, ну, это очень трудное дело, вот, заниматься с такими людьми. Поэтому нужно вообще найти от природы добрых людей, да еще им платить зарплату, которая в три раза превышает зарплату обыкновенным врачам. Ну, чтобы он мог как-то в отпуск компенсироваться, и он должен иметь там не менее четырех выходных в неделю и так далее. То есть это дело такое дорогое, но оно необходимое. Если из нашей жизни убрать всех слепых, хромых, убогих, горбатых, там, глупых, пьяных, наркоманов, что, во что превратится человечество? Очень быстро. В безжалостное общество. И вот наше теперешнее общество, это общество абсолютно безжалостных людей. За редким исключением. Представляете? Один из самых добрых народов на Земле. И во что превратился? В народ безжалостной сволочи. Когда никого не жалко, главное дело, так бы и убил бы. Никто не занимается воспитанием своих собственных детей. Самое большое количество абортов, убивают своих собственных. И всем недовольны. И в любую дверь постучи вечером, там скандал. Бесконечно ругаются, говорят, все население только на мате. Вот, и так далее, и так далее. А результат, почему это? Почему так произошло? Да потому что очень долго, в течение десятилетий, одни убивали других. Ни за что. Потом, когда после войны, уничтожение тех людей, инвалидов войны, которые выжили в этой мясорубке, которую организовал Сталин со своими там клевретами. Потому что, ну, на одного немца шесть русских погибло. Знаете, это не война. Это называется бойня. В переводе на греческий значит Холокост. Это геноцид. Я понимаю, он как всякий бандит был трус. Вот, и спасал свою шкуру. Потому что если бы его захватили, его бы как с Адама Хусейна, либо повесили, либо на кол посадили. И он бы там извивался. И это обязательно показали бы по телевизору, по всему миру. Потому что уже телевидение было к тому времени изобретено. Он, конечно, этого боялся и бросал людей. Там одна винтовка на десятерых, все равно, так сказать, и абсолютно безжалостный человек. И вот в такой атмосфере выросли люди. Совершенно безжалостные. От этого безжалостные следователи, безжалостные судьбы, безжалостные прокуроры. И вся система страны, она безжалостная. Я поразился. Я узнал один случай, там, произошел в армии, пришел к главному военному прокурору. Ну, просто посоветовался. Ну как, люди же погибли. И он мне говорит, генерал-полковник, должен же кто-то сидеть. То есть ему вообще не важно, что человек невинен, что у него дети, и там, и прочее, прочее, прочее. Я вышел, и больше с этим человеком даже не общел. Должен же кто-то сидеть. Интересно? Это о чем говорит? Ну, то место, где у человека милосердие должно быть, этого места вообще нет. И он считает, что вот он прав, он так воспитан. Что раз, там, в какой-то бытовке какие-то бомжи сгорели, и в большом количестве 8 человек. Ну, понятно, неосторожное обращение с огнем, ночью залезли на стройку, и человек, который стройку ведет, должен сесть. Спрашивается, за что? Это в любую квартиру, допустим, зашли бы бомжи, пока люди где-то на даче, устроили там костерчик, кто же не умеет электроплиту включать, и сгорели бы. Ты приезжаешь, а тебя еще сажают. Ну, просто абсурд. Но людям не важно, абсурд, не абсурд. Главное, закрыть дело. Поэтому не могут найти преступника, берут любого, и бьют, пока он во всем не признается. Знаю случай, когда тот, кто убил, пришел в милицию, сказал, я убил. И его посадили. А тот, кто сидел невинно, он и сейчас сидит. Потому что никого не волнует. Ты пиши, не пиши, ответ один. Было дело, суд установил. Поэтому по одному делу могут сидеть два убийцы, три убийцы. Когда Чикатило поймали, перед этим вообще несколько человек расстреляли. За что? Ни за что. Вот ввести смертную казнь. Да тогда кровью зальемся не до колена, а до пояса. С этой такой системы правоприменения. Вот поэтому главное это дела Божьи, это дела милосердия. Потому что каждый убогий человек, он взывает о заботе. Он будет в человеке реанимирует остатки совести, остатки жалости. И вот на таких людях могут явиться дела Божьи. Нужны слепые, нужны горбатые, нужны умственно отсталые, нужны психически больные, нужны алкоголики, нужны. Только нужно научиться с ними жить. Это очень трудно. Но если ввиду каждого препятствия, ну, какой-то человек поставил машину не очень удобно, если после этого сразу ему резать горло, то тогда очень скоро вообще никого не останется. Так и будут люди друг друга резать, если они таким образом решают проблему. почему русский народ, ну, после даже того, что он претерпел в 20 веке, все равно осталось через 100 лет тоже 140 миллионов. А почему чеченский народ, который не пьют, который многодетный, который заботится о детях, там сирот нет, нету детских домов, почему их миллион? Да потому что они режут друг друга. Вот почему. Ты обидел? Зарезали. Ты убил моего четвероюрного брата? Я вырежу всю твою семью. Вот почему. И то миллион стало только благодаря советской власти, когда действовал вот этот жестокий закон, и нельзя было так произвольно резать. А так, если дать волю, тут же Яндарбеев на этого самого Докуумарова войну пойдет, и все они друг друга перережут. Такой закон другой совсем, он не христианский, там нету такого даже понятия. Вот в чем дело. Поэтому Христос говорит, что нужны такие люди. А почему же его тогда он исцелил? Мне должно делать дела пославшему меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. ночь, человек должен помогать нуждающему ближнему теми возможностями, которые у него есть. Если шестилетний ребенок видит, что кто-то тонет, ему бросаться спасать это безумие. Вот двое топливников. Что должен сделать шестилетний ребенок? Бегом в ближайший дом бежать и сказать там дядя тонет. А если молодой человек 20 лет, он должен тут же бросаться в воду. Если нам встретиться слепой, что мы должны делать? Мы должны спросить, куда ему надо, перевезти на дорогу, может помочь подсадить в транспорт. А если нам по пути, можем в свой автомобиль его отвезти. Вот это мы можем. А Христос что может? А Христос может ему дать новые глаза? И он это делает. Его Отец Небесный послал для того, чтобы показывать людям, что вот я отлагаю свои дела и занимаюсь слепым человеком. Сыну Божию, который сотворил всю вселенную, он не сказал мне некогда. Я Бог, чтобы заниматься вот такими мелочами, как кому-то зрение давать. Нет, Бог оставляет дела всей вселенной для того, чтобы дать глаза слепому. Насколько это важно. тем самым дает всем людям, которые хотят быть христианами, вот такой пример. Да коли я в мире, я свет миру, потому что все, что не Христос, это есть все тьма. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брением из плюновения, помазал брением глаза слепому и сказал пойди умойся в купальне Селамске, что означает посланный. Он пошел, умылся и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили не тот ли это, который сидел и просил милостыню. Иные говорили это он, а иные похож на него. Он же говорил это я. Тогда спрашивали как открылись у тебя глаза. Он сказал человек называемый Иисус сделал брение, помазал глаза мои и сказал пойди на купальню Селаам и умойся. Я пошел умылся и прозрел. Тогда сказали где он? Он отвечал не знаю. А была суббота когда Иисус сделал брение и отвез ему очи. Повелись его бывшего слепца к фарисеям. Спросили его так же и фарисеев как он прозрел. Он сказал брение положило на мои глаза и я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили не от Бога этот человек потому что не хранит субботы. А для чего Господь дал субботу еврейскому народу? Чтобы они не забывали Бога. Чтобы субботу посвящали чему? Делам Божьим. Но они забыли что такое дела Божьи. Слепому от рождения подарить глаза. А они говорят этот человек не от Бога. Нормально? О чем это говорит? О том что они были полные духовные извращаться. Все извратили. Добро назвали злом. Нет ничего удивительного что они приговорили к распятию того кто пришел их спасти. А другие говорили спорили ну как может человек грешный творить такие чудеса. И была между ними расприя опять говорят слепому ты что скажешь о нем потому что он отверстили очи. Он сказал это пророк. Тогда иудеи не поверили что он был слеп и прозрел доколе не призвали родителей всего прозревшего. Готовы отрицать заведомую правду. Люди привели которые знали его слепым с детства нет давай следствие наводить потому что нужна людям не истина а что же нужно людям людям либо нужно похвала от начальства людям лишь бы нужно продвижение по службе людям нужно либо лишь бы закрыть дело чтобы оно не висело как и врачам исцелить больного это не так важно а что же важнее важнее получить с него деньги почему а потому что задача такая это медицинская услуга а в каждой услуге главное день главное вот не продукт конечный здоровья человека поэтому как действует обычный врач как мне один врач говорил все что делается делается для прокурора поэтому даже вот такая вещь как роды ну самая обычная вещь родить ребенка все млекопитающие рождают детей ну практически одинаково почему же только 8% родов физиологически в остальные вмешательства медицина почему да очень просто делается не как лучше ребенку а делается как удобнее врачу если у врача есть малейшее какое-то подозрение на какую-то возможную патологию кесарево сечение а врач никак не заинтересован чтобы женщина родила там 5-8 человек он ей лучше живот разрежет зашьет спокойно родила и все он все сделал его никто 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 не будет ругать и возни меньше гораздо меньше возни потому что так она может сутки рожать а так мы за 20 минут ее обработаем да еще пока она в таком состоянии матушные трубы перевяжем чтобы она вообще уже никогда не рожала ну как хочешь мы тебе сейчас сделаем сделаем она лежит вся в кровище в безумии вот давай 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 раз и все и оскопили человека сколько таких случаев сотни тысяч сотни тысяч я уж не говорю о том как ее там встречают провожают что такое родильный дом любая сказка женщина русская это сплошное вымогало от начала и до конца а за эти деньги что там уход человек получает нет он получает стафилококк потому что детей из роддом получить без стафилококка практически невозможно вот это вот он этот результат потому что путается причина следствия путается задача и конечно люди все больше и больше людей соглашаются рожать дома идут на риск то что вдруг там кровотечение и так далее это все нужно срочно тогда ехать хирургию некую такую производить ну потому что ну по крайней мере без стафилококка ну по крайней мере я знаю эта кушерка она добросовестна и заплачу и гораздо с большим удовольствием потому что она с любовью она с тобой занимается там за месяц за два перед родами она рожает она обрабатывает ребеночка все пожалуйста все подготовить можно и кипятка и спирта и необходимые уколы все можно сделать но только не идти к этим уродам которые по странной такой стечении обстоятельств называются врачами потому что врач он должен во-первых любить человека он должен готов душу свою положить а уж если ему в благодарность там что-то дают он должен с благодарностью склониться и никогда даже в самые страшные в советские времена врачи не голодали потому что народ очень благодарный вот но такого вымогалого как сейчас это как с цепи сорвали больницу построили на народные деньги образование ему дали на народные деньги оборудовали больницу на народные деньги а он еще и зарплату им платит из народных денег а он еще вымогает ну довольствовался благодарностью нет обязательно ему надо вот четырехэтажный особняк как у банкира или нефтяника и так далее что и есть можем любого врача московской любого больницы и посмотреть как он уже я имею ввиду из начальства вот такие а есть врачи святые да сколько угодно я сам таких знаю только таким и обращаюсь как я тут недавно встретил в жизни до сих пор помню никогда не забуду святой милиционер понимаете и знаете за свою 20-летнюю карьеру в МВД он так и остался участковым так и остался вот сейчас говорит ухожу в отставку говорит больше не могу выносить ну просто такой человек потрясающий он пришел ко мне советоваться там по одному вопросу я говорю ну брат вот уж не ожидал вот истинная христианская душа и в церковь не ходит просто то ли от родителей так генетически передалось но вот его отношение к жизни отношение к родственникам которые на нем ездят и обманывают и грабят там его родной брат обокрал и вот какое у него отношение как будто он из 6 века какой-то монах преподобный которого ограбили там разбойники а он за ним побежал эй посох еще забыли то есть вот удивительно конечно есть такие врачи есть такие учителя вот но в основном массе жизнь уродлива потому что человек теряет милосердие он смотрит на человека как на источник своего благополучия а такой взгляд это взгляд паука на муху как бы ее высосать это взаимоотношение не людей поэтому человек теряет человеческие свойства превращается в такое в кошмарное кровососущее насекомое это очень печально как такой человек воспитает детей кого он воспитает воспитает такого же духовного урода как он сам это очень опасно для всех остальных призвали родителей прозревшие я не очень долго просто этот текст вообще очень важный по всей стране а это ли сын ваш о котором вы говорите что родился слепым как же он теперь видит опознание идет как будто покойника в реке нашли который зимой утонул родители сказали в ответ мы знаем что это сын наш что он родился слепым а как теперь видел не знаем кто отверстие ему очень мы не знаем мы ничего не видели мы ничего не знаем и вообще наша хата с краю и вообще кто чего почему начальство боятся как бы фарисеи от синагоги не отлучили а если от синагоги то и от бизнеса о чем мы будем есть поэтому лучше откровенно все соврать сам совершенный в летах самого спросите то есть все все на него это родители родители отрекаются от сына под страхом фарисейских так отвечали родители потому что боялись иудеев ибо иудеи сговорились уже чтобы кто признает его за Христа того отлучить от синагоги то есть уже условия истина им нужна нет им нужно что-то сделать против Иисуса Христа а почему что это они такие лживые бессердечные когда человек врет он что не знает что он врет когда он обвиняет невинного он что не понимает любой судья когда отбирает у неимущего и отдает богатому он что не понимает что он делает что правительство не понимает что за последние там пять лет богатые увеличили свои капиталы в три раза а бедные обнищали в два раза что это никто не понимает нет все все прекрасно понимают потому-то родители сказали что он в совершенных летах самого спросить и так вторично призвали человека который был слеп второй допрос как будто не ясно потому что не истину устанавливают а именно хотят добиться своего хорошо что не били хорошо что утюг электрический на грудь не ставят хорошо что зубы пресс-попье мраморном не выбили воздай славу богу мы знаем что человек тот грешник и он сказал в ответ тоже дивные слова грешник ли он не знаю одно знаю что я был слеп и теперь вижу а мог бы признаться ой опять стал слепым ничего не вижу и отстали бы отца взял бы палочку пошел все это шутка была и оставили в покое чтобы им дать то что они просят но он мужественно исповедовал снова спросили его что сделал он с тобой как отверстие и очки он отвечал я уже сказал вам и вы не слушали что еще хотите слышать или вы хотите сделаться его учениками то есть он не побоялся фарисеев они же укоряли его и сказали ты ученик его а мы моисееви ученики мы знаем что с моисеем говорил бог хотя этот диалог состоялся спустя полторы тысячи лет после этого диалога моисея с богом тоже ученички наши которые все извратили всего же не знаем откуда он человек прозревший сказал в ответ это и удивительно что вы не знаете откуда он а он отверстие очи но мы знаем что грешников бог не слушает и кто чтит бога и творит воли его того слушает от человека не слыхано чтобы кто отверз отчисли порожденным если бы он не был от бога не мог бы творить ничего сказали ему в ответ во грехах ты весь родился и ты ли нас учишь и выгнали его вон опять слава богу что не убили иисус услышав что выгнали вон найдя его представляете сын божий создатель вселенной ищет того которого исцелил много ли врачей которые будут искать пациента и узнать а как потом реабилитация а ходит ли он на физиотерапию а как вообще у него дела хотя позвони христос который управляет всей вселенной находит время чтобы найти этого человека и сказал ты веришь ли в сына божия он отвечал а кто он господи чтобы мне веровать в него иисус сказал ему и видел ты его и он говорил с тобой он же сказал верую господи и поклонился христос приобрел ученика вот для чего он исцелил потому что исцеление слепоты телесной это дело конечно чудесное замечательное но еще лучше исцеление духовной слепоты когда человек не знал Иисуса Христа а теперь прозрел и узнал для чего потому что если человек действительно стал христианином и прозрел он будет делать дела милосердия и на земле станет чуть-чуть лучше то что воля Божия заключается в том чтобы все было на земли якоже и на небеси милосердие любовь и желание помочь вот для этого Христос и приходит чтобы люди превращались в результате своей жизни не в звероподобных кровососущих насекомых причем друг у друга а чтобы они превращались в ангелов благословением Господне на вас таку благодатью человеку любим все на ней пресно и во веки веку милосердия Продолжение следует...